здравствуйте здравствуйте всем привет снова с моего канала давно не выходила на связь с вами ну потому что понимаете очень сильно занята сейчас много у меня проблем с этой квартирой с поисками с поисками адвокатов в общем оформлением всех этих документов оказалось намного все сложнее чем я предполагала конечно ну и самое главное то конечно что с острова пока никуда не могу выехать чтобы посмотреть что-то еще там на центральной земле то что именно я и ищу вот поэтому коронавирус не дает у нас сейчас проблема сфере с паромом через канал и все это вместе конечно очень сильно стопорит все мои продвижения поэтому ну вот сейчас немножко расскажу вам что на данный момент у меня происходит я опять делаю вам съемочку гуляю по набережной моей любимой в шанклине высокой набережной надеюсь что съемка это вам понравится очень красивые здесь сейчас цветы и вообще погода шикарная у нас плюс 21 жара сошла но это так для того кто интересуется вот что касается квартиры я сегодня вам покажу одну квартиру но вы знаете квартира вообще убитая конечно и даже может быть не стоило мне ее и смотреть но вот то что странное дело то что эти риэлторы которые предлагают мне просмотреть очередную квартиру они как-то наверное не слышат меня или они делают эффект работы потому что они же за все это берут деньги понимаете и как выяснилось деньги они берут немалые я не ожидала я думала что мне придется платить только адвокатом по оформлению документов оказалось нет оказалось что я должна еще вот этой конторе риэлторской платить за продажу своей квартиры покупатель не платит а продавец должен платить ну и вот они наверное решили хоть как-то показать то что они мне помогают искать квартиру и вот предлагают всякую дрянь в частности давайте посмотрим сейчас вот квартиру которую вам покажу и потом я расскажу о ней вот эта квартира это кухня малюсенькая совмещенная опять ситин рум очень маленькая вся убитая абсолютно не интересная на первом этаже вот сейчас посмотрим вот эти опять посмотрите тут ковролины настелены вот такая кухня и маленький проходик вот в котором я сейчас стою сейчас повернусь и покажу вам дальше из этой вот малюсенькой комнатки а вот видите она на первом этаже вот это вид во двор вот здесь парковочное место можно парковать машину и дальше вот так мы мы идем и выходим в малюсенькую спаленку вот она буквально крохотная ну вот кровать поставить и все больше ничего здесь толком не поместится будете ползать над стеной и из этой спальни выход вот душевая кабина опять никакой ванной нет только кабинка установлена полотенцесушитель шкафчики какие-то бойлер и вот так все убого и скудно что по этой квартире могу так вот дальше вот такая у нее значит это прихожая входная дверь в большой дом двухэтажный первый этаж первая квартира вот выходим основная парадная дверь и выходим во двор мне показывает риэлтор парковочное место во дворе видите для машины сада никакого нет ну здесь просто какие-то горшочки с цветами вот так смотрится этот дом вход и слева окно квартиры в которой мы были вот здесь вот за домом есть такой кусочек сада вот вот это угловая вот здесь квартира я ее показываю но сказали что сад не принадлежит этой квартире то есть вот вот так выглядит этот дом и за такую квартиру они не постеснялись выставить цену 100 тысяч фунтов ни много ни мало она точно также находится в длительной аренде 125 лет и должны выплатить по моему 900 фунтов за эту квартиру это я показываю уже просто прогулку свою чтобы вы не запутались это продолжается моя прогулка по набережной квартиру я уже вам все показала что могла так вот вот значит платить вот за эту убогость 100 тысяч там надо какой-то прикладывать тоже руку чтобы что-то такое отремонтировать ну не знаю ну в общем вот такая убогость там эти квартир комнатушечки одна наверно 9 метров а вторая спальня так вообще наверно 7 метров квадратных вот такие тут цены такие тут квартиры эти убитые при том что окна у нее выходят на север но это как бы ладно самое смешное то вы не поверите я когда подошла и и поняла что это квартира мы зашли в холл и я поняла что это первая квартира в которой у меня когда-то жила подруга а как она жила она эту квартиру просто арендовала и при том что ей за аренду платили государство вот у нас здесь есть такой home house benefit называется то есть люди малоимущие получают вот этот бенефит и на этот бенефит house benefit они находят себе какой-то жилплощадь и живут так вот как раз татьяна ее многие знают наверное по моим видео вот татьяна наверное лет пять назад она жила в этой квартире и я там была по моему у нее даже однажды или дважды но я не знала точно адресы поэтому я даже не не подозревала что именно эту квартиру мне и станут показывать на продажу но его знаете я конечно вот опять я настолько поражена этими вот законами английскими я настолько не понимаю что происходит вот смотрите татьяна она значит совершенно не имея никаких денег живя на house бенефитах и на других бенефитах которые платят здесь англия она преспокойно эту квартиру занимала бесплатно то есть за аренду платила за нее государство и она в этой квартире спокойно жила не имея этой квартиры не имея никаких проблем ничего совершенно за эту квартиру можете себе представить то есть и получается что вот сейчас значит и и вот эти вот хозяева лендлорды они выставили на продажу они уже не хотят ее сдавать в аренду сейчас все лендлорды почему-то свои вот эти квартиры комнатки они продают такая тенденция здесь не знаю с чем связанная так вот они теперь эту квартиру решили продать вот ищут покупателей вот представляете допустим да я покупаю эту квартиру то есть я должна заплатить нуль я или кто-то другой за эту квартиру 100 тысяч фунтов просто я я не понимаю вот я заплатила 100 тысяч фунтов я значит заезжаю я живу эта квартира мне дается точно так же я обязана платить за землю там я обязана платить сервис чардж опять же лендлорду порядка наверное если все это вместе посчитать это у меня будет 200 фунтов в месяц я должна за эту квартиру платить представляете это что это получается я за что я тогда 100 тысяч заплатила я я не понимаю то есть получается что человек без копейки денег преспокойно может жить в этой квартире бесплатно а я за эту квартиру мало того что 100 тысяч должна выложить таки а еще и 200 фунтов в месяц должна оплачивать ее свое проживание там как это это что вы такие за законы здесь странные вы понимаете о чем я говорю и я настолько была удивлена вот как-то сразу я не задумывалась об этом а когда я пришла и вот эту квартиру посмотрела в которой жила моя знакомая она жила бесплатно а я ее беру за 100 тысяч представляете то есть получается что людям здесь выгоднее вот по законам по английским людям просто выгоднее не иметь своей какой-то недвижимости а просто вот жить на бенефитах и снимать арендовать какую-то недвижимость прекрасно жить в ней ничего не платя вот так а потом удивляются почему у них больше пятидесяти процентов сидят на бенефитах надеюсь что я вас не запутала окончательно и вы поняли о чем я вам толкую да то есть получается зачем человеку покупать какое-то здесь вот такое жилье у лендлордов в длительное пользование как они это называют на 100 на 200 там лет я не знаю если вы должны еще потом платить постоянно какую-то аренду должны оплачивать земельный налог за это все и что значит что значит это ваша квартира это значит что она не ваша эта квартира 100 тысяч эти вы просто отдали знаете за просто так получается ну или какую-то другую сумму я не понимаю не знаю кто может здравом уме понять эти законы английские то есть выходит что если у человека конечно хорошая работа и огромное он получает деньги там зарплата прекрасная и если у человека там я не знаю доход такой который позволяет ему купить квартиру там за 500 тысяч фунтов за миллион огромный дом купить то может быть есть смысл конечно понимаете дом же вы не сможете арендовать вот а если вот так как у меня допустим вот с таким маленьким бюджетом то мне абсолютно не выгодно мне просто легче наверное эти деньги кому-то подарить а потом сказать что я не имею никаких денег и жить на бенефиты снимать такую же точно квартиронку которая будет мне бесплатно предоставляться государством что они делают почему они так делают и не знаю но и при том что я точно с таким же столкнулась когда я нашла себе работу я помню и вы наверное тоже помните что я тогда тоже не могла понять этой ситуации работа на постоянной основе вот как у нас восемь восьмичасовая у них здесь уже сейчас практически такой работы не найти у них все время работа по часовая и как говорят частичная занятость то есть они используют людей так как ему удобно и там вы от силы два часа в день работаете и у вас получается какие-то копейки там вот как я получала сто семьдесят фунтов в неделю но получилось так что когда я только устроилась на эту работу вот такую вот частичную по как сказать частичную занятость то с меня сняли все все доплаты все надбавки сняли с меня вот эти вот льготы которые я имела там по оплатам всяких коммунальных услуг понимаете и получилось все то же самое на пересчете что я просто работаю в холостую выгоднее мне просто сидеть точно так же как и всем остальным сидеть не работать понимаете получать бенефит и если ты получаешь бенефит ты имеешь льготы скидки на все их вот эти налоги на все их коммунальные услуги и получается что так выгоднее не знаю кто такой у них умный и мудрый и как вообще англичане все это проглатывают я конечно удивилась что многие снимают здесь жилье я тоже вам об этом говорила что у них очень распространенное явление что они жилье арендуют так вот наверное так и получается что государство вынуждает людей не работать смысла нет работать смысла нет копить какие-то деньги и покупать вот это вот недвижимость которая в конце концов остается не твоя а если в свободное владение дом покупать то это нужны уже совсем другие деньги огромные так что вот так друзья говорю же что нормальному человеку в здравом уме вот этого всего наверное даже не понять то что я так долго вам объясняю оно не понимается на самом деле и что получается у нас получается что наверное наверное единственный плюс здесь может быть то что в конце концов если вкладывать какие-то деньги в недвижимость так или иначе как показывает практика многолетняя недвижимость здесь растет все-таки может быть я не знаю там на 20 процентов там за пять лет но недвижимость в цене поднимается и вот может быть что эти деньги все таки они у вас не теряются и что вы можете продать эту квартиру в любой момент и деньги как бы у вас немного увеличатся но опять же если учесть такие дорогие услуги адвокатов очень дорогие адвокаты то с большой суммы там может быть еще и не заметно особенно а вот таких маленьких сумм заниматься вот этими покупками продажами это очень и очень накладно ну вот не знаю то что я сейчас вижу я просто удивлена получается что татьяна не имея ни копейки наверно даже в более выгодном положении то что она и не заморачивается вот она найдет себе еще какую-то квартиру вот вы у нее были же я вас водила к ней в гости вы видели какая у нее малюсенькая вот эта квартирка тоже кому-то понравилось кому-то нет кто-то сказал что как можно жить такая убогость ну вот она за эту убогость вообще не платит она просто в ней живет понимаете все ей оплачивает государство вот она такая бенефитчица которых здесь большинство ну и получается что она в более выгодном положении потому что она может всегда сказать что у нее нет ни копейки за душой и и ей еще поднимут мне выплаты вот на проживание ну а мне уже деваться некуда все знают что я владелец недвижимости и если я попа допустим попрошу какой-то бенефит то мне скажут извините но у вас деньги есть так что квартиры я пока себе не нашла мой покупатель уже получил разрешение из банка и уже сидит ждет он получил ипотеку ипотека у них там вообще по моему там смешные проценты то ли два то ли три процента в год они выплачивают по ипотеке и он имеет хорошую работу то есть для него тут вообще никаких проблем и вот он уже сидит практически с деньгами ждет когда я найду место куда выехать когда все это у нас в конце концов закончится он дождет а я пока так и не нашла себе никакой квартиры все вот такое вот убогое как сегодня в основном ну вот понимаете это же опять что удивляться если в англии в основном жилье вторичка то есть новой недвижимости очень мало больших каких-то крупных городах вообще-то строительством занимаются здесь очень мало и только ремонтируют эти свои старые старые при старые уже дома которые как вы знаете даже и не разрешает и усовершенствовать еще и окно даже поменять нужно делать запрос в муниципалитет чтобы вам разрешили чтобы вы никакой вид не испортили ну вот знаете много каких-то таких странных вещей происходят здесь которые людям нам людям из России вообще не понять наверное я продолжаю там на Mainland на большой земле искать квартиру по своей стоимости ну и смотрю каждый день и Rightmove и зуплу и другие сайты по продаже недвижимости но понимаете картинки на картинках может быть это все совсем не так как в реальности когда приезжаешь и смотришь на месте то совершенно все другое поэтому просто так вот понимаете без просмотра я ничего покупать конечно не буду и потом надо смотреть вокруг какой район какое что ну то есть в общем оказалось конечно это все намного намного сложнее чем я предполагала в начале но друзья вот такие мои последние новости я забегалась и очень занята сказать по правде потому что я постоянно с адвокатами я постоянно с этим агентством на связи они меня те ребят и в общем то одни то другие то третьи проблемы поэтому я буду выходить конечно на связь с вами но уже не так часто как раньше а на этом наверное я буду с вами прощаться на сегодня всего вам доброго удачи берегите себя пока пока и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok